Друзья, когда приходит вот это огненное искушение, мы сразу его поделим. Вот смотрите, говорит, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее, хотя и огнем испытываем золото. От чего зависит чистота золота, проба золота? От количества примесей, которые в нем находятся, посторонних примесей, которые не являются золотом. И вот для того, чтобы добиться максимально высокой пробы, плавильщик подвергает его переплавке, выжигая с него вот эти все примеси. Есть там примеси, которые не выжигаются, это минералы какие-то там, микро-микро. Так вот, Господь говорит, чтобы наша вера оказалась семь раз переплавленной. И вот эта переплавка, это результат, как бы сказать, с одной стороны, Господь дает нам процесс нашего освящения в наши руки. Говорит, святой, освящайся. Не проси у Бога освящения, освящайся. То есть, это функция наша. То есть, это мы включаем вот этот механизм освящения. Но как только мы включаем этот механизм... Друзья, хотите, я вас немножко разочарую? Не надо? Вот когда рождается ребеночек, посмотрите, как мама с папой о нем заботятся, как проявляют максимум заботы и внимания. Ну, как-то, кто-то сказал, это плохи те родители, которые не могут докормить сына до пенсии. Ну, до пенсии, аж они так не должны с нами обращаться, как в день рождения, правда же? Вот так и духовный человек рождается, и Господь Духом Святым окружает нас. Он как бы, как орлица крылья расставляет, чтобы ни дождик не упал, чтобы искушения чрезмерные не подкосили. Но чуть-чуть пройдет время, и Господь будет побуждать вас к самостоятельному хождению перед Ним. И вот здесь как раз вы вдруг заметите, что в христианстве, оказывается, не все так хорошо, а в христианстве столько искушений, и ты будешь молиться и просить, а Бог будет как будто и не слышит тебя. Испытание веры нашей, переплавка происходит, вот этот процесс отделения от нас всего того, что Царствие Божие не наследует. Вот этот процесс, и он будет, кто-то сказал, что это только начало, это только первые шаги. Впереди дорога, впереди работы, непочатый край, причем в самим себе. Других мы можем научить, рассказать, а вот самого себя. Еще сковорода, помните, Григорий сказал, что высшая победа, это когда человек победил сам себя. Так вот это беда, что мы часто себя оправдываем. Почему я так сказал, почему я так... А Господь, Он беспристрастный, Ему одинаково. Что ты епископ, что ты вчера только крещение принял, одинаково. Ответственность си епископа трешку раздерет, ну, грубо говоря. А тому, кто чуть-чуть только начал ходить, там у него больше, как бы, снисхождение. Он прощает, он научает. Так вот вопрос крещения, огненное крещение, это, в принципе, это процесс нашей жизни. И мы будем постоянно сталкиваться с вот этой дилеммой, нам в этот огонь вступать, или мы его обойдем. Мы будем постоянно ощущать вот это желание уйти от этого испытания. Желание не подвергаться. Вот, вы знаете, когда мы обидели жену или мужа, или маму, папу, и вот там внутри понимаем, что они правы. И логика, даже человеческая логика говорит, пойди попроси прощения. Что происходит вот в этот период у нас? Мы такие радостные, да? Или что происходит? Да мы ходим, а кот вокруг салона ходим, как бы, и попросить прощения, и так же, что, так попросить, чем не попросить. Как бы это сделать, так? Правда же, да? А разве это приятное состояние? Это живет, внутри живет. Хочется как-то избежать. Почему мужья с женами долго не разговаривают, когда поссорятся? Вы не знаете, я вам расскажу. По той же причине, по той же причине, что признать себя неправым, это значит наступить на свою гордость. Это то, о чем мы говорили в прошлый раз, проблема не в брюках, проблема в гордости нашей. Понимаете? Проблема в несмирении. Вот это суть. А брюки, они всего лишь показывают, что у меня там внутри. Или брюки, или слова, или, ну, что там, разное все. Оно все-таки только показывает, из чего я состою. Поэтому вопрос огненное искушение, это такое, ну, на мой взгляд, это такой достаточно обширный фронт работы, которого хватит на всю нашу жизнь. Спасибо.